Утро доброе! Господь творит все новое, и вот Новый Год наступил, и мы готовы к новому? Готов каждый из нас, чтобы расширилось сердце наше, для того, чтобы осознать, что Отец нам дал Сына, и через Сына дал все, что нам нужно. Аминь! Давайте об этом прочитаем. Начало 11 главы пророка Исаия. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и подчинет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия. И страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразить землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет перепоясанием чрест его правда, и перепоясанием бедр его истина. Аминь! Слава Тебе, Господь! Мы благодарны Тебе, Господь, что мы здесь в Твоем присутствии, и мы готовы к новому, потому что Ты творишь все новое во имя Иисуса Христа, да будет убрано десницей Твоей все, что не славит Тебя. Господь Иисус, слава Тебе! Мы благодарны Тебе за жертву Твою, мы принимаем все от Тебя с великой благодарностью, мы будем славить имя Твое, восхвалять Тебя. Ты достоин хвалы, Иисус! Слава, слава вовеки великому Богу! И все скажем Аминь! Вся земля полна славы и хвалы, Любовь Отца нам явилась в Сыне и зажглась. В небе яркая звезда, она теперь светит ярко, и до ныне Иисус. Иисус, 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 Иисус. Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, спасителем не стать, Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус, мой Иисус. Иисус, Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, спасителем не стать, Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус, мой Иисус. Вся земля полна славы и хвалы, Любовь Отца нам явилась в Сыне и зажглась. В небе яркая звезда, она теперь светит ярко, и до ныне Иисус. Иисус, мы знаем это имя, Иисус, поем Тебе. Иисус, 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 Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, спасителем не стать, и любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус, мой Иисус, Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, спасителем не стать, Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус, мой Иисус, Пусть подниму руки к небу в небеса, льется пусть слава и хвала, Иисусу леку земля, ведь открыты небеса, Родился Царь и грех мира разрушен, Иисус, 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 Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, спасителем не стать, Ты любовью своей, изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус, мой Иисус, Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтобы всегда со мною быть, спасителем не стать, Ты любовью своей, изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус, мой Иисус, Иисус, мой Иисус, Иисус, живем любимый Божий Сын, ведь Ты пришел из вечности далекой, в мир, где мы живем любимый Божий Сын, ведь Ты пришел из вечности далекой, в мир, где мы живем любимый Божий Сын, ведь Ты пришел из вечности далекой, в мир, где мы живем любимый Божий Сын. Ты спаситель, искупитель, из болота извлек меня, Бог крепкий во веки, изменил я навсегда, Ты спаситель наш, спаситель, искупитель, из болота извлек меня, Бог крепкий во веки, изменил я навсегда, спаситель наш, спаситель, искупитель, из болота извлек меня, Бог крепкий во веки, изменил я навсегда, ты пришел из вечности далекой, в мир, где мы живем любимый Божий Сын, ты пришел из вечности далекой, в мир, где мы живем любимый Божий Сын, ты прошел жизни и смерть и на третий день воскрес. ты открыл миру путь, как нам жизнь опять вернуть. ты прошел, ты прошел жизнь и смерть, и на третий день воскрес. ты открыл миру путь, Как нам жизнь опять вернуть Аллилуйя За все, мой Бог Аллилуйя За все, мой Бог Слава тебе! Аллилуйя За все, мой Бог Аллилуйя За все, мой Бог Спаситель, Искупитель Из болота извлек меня Бог крепкий во веки Изменен я навсегда Мы славим тебя, Бог наш! Спаситель, Искупитель Из болота извлек меня Бог крепкий во веки Изменен я навсегда Спаситель, Искупитель Из болота извлек меня Бог крепкий во веки Изменен я навсегда Вся хвала тебе, Господь Вся хвала тебе, Бог наш Ты спаситель наш Ты, Господь наш, мы славим тебя О, слава тебе Слава тебе Слава тебе Слава тебе Спасибо тебе, Господь Что ты родился в нашей жизни Что ты пришел к нам Спасибо тебе Спасибо тебе, что мы имеем жизнь вечную Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Господь Бог наш, Аллилуйя Ох, ты наш Спаситель! Ты наш Спаситель! Слава, слава, выждни к Богу! Слава, слава, выждни к Богу! Слава, слава на земле и в небеса! слава 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 вышли слава слава и в небесах слава 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 вышли слава слава на земле и в небесах слава слава вышли слава слава вышли слава слава на земле и в небесах еще больше славы тебе а мы с ним вышли слава а Слава Тебе, слава Тебе, на земле и в небесах. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, на земле и в небесах. Спаситель, Искупитель, из болота извлек меня. Бог крепкий, вовеки, изменен я навсегда. Спаситель, Искупитель, из болота извлек меня. Бог крепкий, вовеки, изменен я навсегда. Ведь Ты пришел из вечности далекой В мир, где мы живем, любимый Божий Сын. Ведь Ты пришел из вечности далекой В мир, где мы живем, любимый Божий Сын. Ты прошел жизнь и смерть, и на третий день воскрес. Ты открыл миру путь, как нам жизнь опять вернуть. Аллилуйя, за все мой Бог. Аллилуйя, за все мой Бог. Аллилуйя, за все мой Бог. Буду славить Твое имя вечно. Буду славить Твое имя вечно, Иисус. Буду славить Твое имя вечно. Буду славить Твое имя вечно, Иисус. Буду славить Твое имя вечно, Иисус. буду сам из твоего имя и 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 Иисус, в этом имени есть счастье, Господь, в Твоем имени есть сила, в Твоем имени, Господь, свобода для нас, в Твоем имени искупление, Ты наша жизнь, Господь, Иисус, Ты свобода моя, Ты есть радость моя, Иисус, Ты жизнь моя, Иисус, Ты исцеление мое, Ты убавание мое, крепость моя, Иисус, 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 Ты жизнь моя, Ты сила моя, праведность моя, Иисус, Иисус, спасение мое, радость моя, защита моя, только в имени Твоем. Слава, 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 слава тебе, Иисус. Слава, 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 Слава Тебе! Слава, 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 Слава Тебе! Слава, 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 Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! О, Иисус! Слава, 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 Слава Тебе! Иисус! Ты вода живая, и мы будем петь! Иисус! Иисус! Ты глоток живой воды, ты вода живая, и мы будем петь Тебе! Иисус! 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 Мы благодарим Тебя, Иисус! Боже, мы славим Тебя, славим Тебя, что Ты открылся в нашей жизни, Господь. Мы славим Тебя, наш Бог, мы славим Тебя, что Ты послал Своего Сына Иисуса в нашу жизнь, Который сделался нашей жизнью, Который сделался смыслом, Который сделался Источником, Господь, Который сделался Спасителем для нас. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Эту песню небо ангелы поют, Слава Анцу Божьему. 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 Аллилуйя, 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 Слава Тебе. Аллилуйя, 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 Слава Тебе. Эту песню небо ангелы поют, Слава Анцу Божьему. 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 Аллилуйя, 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 Слава Тебе. 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 Эту песню люди на земле поют, Слава Агнцу Божьему. Эту песню люди на земле поют, Слава Агнцу Божьему. Аллилуйя, 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 Слава Агнцу Божьему. Эту песню люди на земле поют Слава Анцу Божьему Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Иисус 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 Люблю Тебя, Люблю Тебя, Иисус И каждый день я вижу Как Ты добр ко мне и благ Благодарю Тебя И слава Тебе, Иисус И слава Тебе, Иисус И каждый день я пишу Как Ты добр ко мне и благ Благодарю Тебя И слава Тебе, Иисус Я спою Тебя всем сердцем я люблю Мое сердце и душа принадлежат Тебе Ты расплатился Ты расплатился за меня На Голгофе, на Крисе Благодарю Тебя И славлю Твое имя Воспою Тебя всем сердцем я люблю Я люблю Я люблю Тебя Люблю Тебя Люблю Тебя, Иисус И каждый день я вижу Как Ты добр ко мне и благ Благодарю Тебя И слава Тебе, Иисус Иисус Воспою Тебя Всем сердцем я люблю Мое сердце и душа принадлежат Тебе Ты расплатился за меня на Голгофе, на Кресте Благодарю Тебя и славлю, Твое имя воспою, Тебя всем сердцем я люблю. Тебя всем сердцем я люблю. Тебя всем сердцем я люблю. О, благодать спасен Тобой. Я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, Затем дала покой. Я скоб души излил. В слезах твой мир течет рекой. Словам Господним верю я. Он верный ищет. Он часть моя во всех путях моих. Он верный ищет. Он часть моя во всех путях моих. Пройдут десятки тысяч лет. Забудем смерть и тень. О Богу так же будем петь, Как в самый первый день. О Богу так же будем петь, Как в самый первый день. О Богу так же будем петь, Как в самый первый день. О Богу так же будем петь, Как в самый первый день. Словам Господним верю я. Моя вся крепость в мир. Он верный ищет. Он часть моя во всех путях моих. Господь, мы благодарим Тебя за то, Что Ты дал нам быть частью Твоей на земле. Слава Тебе, Господь, что Ты однажды сказал, И Ты не отрекся от Своих слов. Часть Господа, народ Его. Мы благодарим Тебя за эту добрую долю, Которую мы имеем в Тебе. Мы благодарим Тебя за ту честь, Которую Ты нам оказал, Называться и быть Твоими детьми. Дал власть быть чадами Божьими. Мы приняли от Тебя эту власть, Для того, чтобы на этом месте сегодня, Стоя пред лицом Твоим, Поклоняться Тебе и говорить, Господь, царствуй. Царствуй в каждом мгновении нашей жизни. Царствуй во всех уголочках сердца. Царствуй в семье. Царствуй в церкви. Царствуй в городе и в стране, Где Ты даешь нам жить. Мы приглашаем Тебя как граждане, Как жители этой местности, Но имеющие двойное гражданство, Которое у нас утверждено на небе. Мы благодарим Тебя за это, Боже, Что небожители сегодня соединяются С молитвой святых, С поклонением и с прославлением, Что ангелы вновь присоединяются К той песне, которую они пели в истории. Слава вышних Богу! На земле мир, а в человеках благоволение. И мы принимаем от Тебя эту добрую долю, Боже, Быть числе тех, в ком есть Твое благоволение. Мы принимаем сейчас Твое присутствие. Мы принимаем небеса над нами открытые. Мы принимаем потоки, Идущие с небес в виде песен, В виде звуков, В виде крыльев, которые сегодня Соединены как у херувимов. Я благодарю Тебя, Готас Мейс. Я благодарю Тебя, что у нас есть сегодня Эта возможность Тебе поклоняться В воскресный день. Поклоняться в тот день, который В России празднует Рождество. Я благодарю Тебя, Господи, Что не случайно Ты не оставил даты Своего рождения. Чтобы люди могли в разных местах В разное время Тебе поклоняться И благодарить Тебя за рождение Твое На эту землю. Чтобы сегодня не было равнодушно стоящих людей, Которые могут сегодня до конца не понимать, Что же произошло там, в Вифлееме. Но я благодарю Тебя, что в доме хлеба Сошел хлеб с небес. Чтобы сегодня накормить тех, кто страждет и голоден. Кто давно находится в депрессии И не знает, как оттуда выйти. Но я благодарю Тебя, что Ты сегодня говоришь, Что тебе хлеба достаточно, Чтобы депрессия убежала. Чтобы безосходность превратилась в выход. И я благодарю Тебя, что все лабиринты жизни, Которые удерживали человека в заточении, Они сегодня распахивают свои ворота. Они распахивают свои двери. Чтобы не оставались люди в плену, Кому необходимо выйти на свободу. И я благодарю Тебя, что у нас есть сегодня Эти ключи в руках. И мы берем, чтобы открыть двери Тем, которые сами открыться не могут. И мы благословляем, Чтобы в этот праздник Рождества По всей нашей земле, По всей нашей стране Открывались двери темниц. Выходили люди из заточения собственных грехов. Собственных выборов, Которые делали когда-то в невежестве. Мы благословляем во имя Иисуса Христа Тем прозрением, Которое дает рождение Иисуса. Потому что Твоя звезда Она загорелась не только для мудрецов. Она загорелась для каждого жителя земли. Увидеть эту утреннюю звезду, Возвещающую рассвет. Рассвет перед всякими обстоятельствами, Которые когда-то затмевали глаза. Не давали ясно видеть. Но Твой рассвет, Твое солнце правды, Оно всходит. Оно всходит над этой землей. Оно всходит над этой страной. Солнце правды. Солнце правды. Солнце правды. Солнце правды. В лучах которого исцеление. В лучах которого свобода. В лучах которого избавление. Избавление от мрака теней. Избавление от всякого угнетения. Избавление от безысходности. Господь, я благодарю Тебя, что Ты царствуешь. Ты и на троне. Ты и на троне. Невзирая на то, что мы чувствуем. Невзирая на то, что видят наши глаза. А Ты и царствуешь. Ты и царствуешь. И значит любая ситуация, она может быть решена. Она может быть изменена. И мы превозносим Тебя над всеми обстоятельствами. Мы превозносим Тебя над всеми трудностями. Мы поклоняемся Тебе и говорим, Господь, Ты один. Ты один достоин всей славы. О, друзья, если у кого-то есть проблемы сейчас. Перестань смотреть на проблему. Посмотри на того, кто их решает. Перестань жить в этом угнетении. Посмотри на того, у кого ключи в руках. Прославляй его сейчас. Прославляй его как того, который уже решил эти вопросы. Который сейчас знает выход. Если ты не знаешь, это не значит, что у него безысходность. Поэтому прославляй того, кто сказал, Я есть путь. Я есть истина. И Я есть жизнь. И Иисус о себе сказал эти слова. И Он не отрекается от этого. Он и сегодня прокладывает пути там, где нет их. Прокладывает дороги там, где люди утопали в болоте. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы не трудимся напрасно. Мы не рождаем на горе. Мы те люди, которые знаем, куда идем. Мы те люди, которые для чего живем. Мы те люди, которые знают, кто мы являемся. Кем Ты нас сделал. Слава Тебе за это, Господь. Слава Тебе за это, Господь. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что и наши звезды на небосклоне горят. Я благодарю Тебя, что они сегодня видны. Они видны из разных частей земли. Из разных мест вселенной. Те звезды, которые Ты зажег в наших сердцах. Даже тогда, когда мы еще не знали, что Ты определил нам быть звездами. Но Ты нас уже зажигал. Ты нас зажигал тогда, когда мы только явились на эту землю. Ты уже зажег нашу звезду. Который сегодня, питаясь от солнца правды, получает новую энергетику. Получает новое расширение пределов. И мы идем к Тебе. И мы говорим, Господи. Мы молимся той молитвой, которую Ты нам сказал однажды. Отче наш, сущий на небесах. Давайте сейчас все произнесем эту молитву. Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный. Дай нам на сей день. И прости нам долги наши. Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение. Но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство. И сила, и слава вовеки. Аминь. Драгоценный Господь. Прими сейчас эту молитву святого народа Твоего. Чтобы долги наши были прощены. И чтобы мы могли прощать должникам. Чтобы также в наших сердцах было понимание, что у нас Отец, который также является Отцом рядом стоящего. Потому что Ты Отче наш. Ты не Отче мой только, а Ты Отче наш. И Ты сущий на небесах. И Царство Твое, которое всем обладает, оно сегодня здесь. Оно рядом с нами, оно внутри нас. Царство Твое, Господь, имеет необходимые советы. Имеет необходимые ресурсы. И мы высвобождаем сейчас эти ресурсы на все обстоятельства нашей жизни. И мы поем сейчас эти слова песни. И мы прикасаемся к Тебе, чтобы наша жизнь в Твоих руках преображалась. А мир вокруг, который на Твоих ладонях, он преображается от лучей Твоих солнечных. Спасибо Тебе за мечты, которые Ты имеешь как желание. Боже, мы хотим проникать в Твои сердечные мечты. Мы хотим отвечать на них образом жизни. Помоги, Господь, знать, что цепи ада разорваны. Нам не надо оставаться в рабстве алкоголя. Не надо оставаться в рабстве греха, в рабстве любых мнений человеческих. Нам не надо там оставаться, потому что Царство Твое пришло. Да будет Твоя воля исполняться на земле. Да будет Твоя воля приходить в реализации Твоих планов, Господь. Чтобы на земле людей, где живут люди, приходила Твоя воля. Чтобы наши руки сейчас наполнились Твоей энергией, силой. Наполнились Твоей славой. А голос наш да будет помазан, чтобы всякая твердыня была разбита молотом Твоего послания. Да будет воля Твоя, Господь. Да будет слава Твоя, Господь. Да будет сила Твоя нам дана. На земле. Потому что мы ходим еще по земле живых. И дай нам быть Твоими руками, Твоими ногами на земле. Чтобы оставлять след помазания везде, где ступает. А голосу дай распространяться до края земли. Чтобы быть царство Твоё пришло. И меня делал Сыном Своим, что ты назвал нас Своим Детем. Слава Тебе, Любимый Отца, не всего дороги. Я благодарю тебя, что там есть место для нас в Твоём сердце. Я живу, в Малатике. Чтобы исполнить мечту твою. Мы живем для этой цели, чтобы ответить на мечту неба. Славство Твоё на земле, как на небе. О Май Блесс, Господь, Родер Феркас. Тайное желание в сердце Ты в своем сокрыл. Кто увидит боль Твою за Вселенную. Если у тебя есть цепи, разорви прямо сейчас. Разорви и не дай больше держать Твои руки и ноги. О Господь, я благословляю сейчас ангелов Твоих. Пойди в дома, где есть люди, связанные в домах. Славство Твоё пришло. Да будет Своя Твоя. Да будет Слава Твоя. Да будет Сила Твоя. На земле людей. Я Твои руки, Господь. Я Твои ноги, Господь. Голосом стал я Твоим. Чтобы Царство Твоё пришло. Да будет воля Твоя. Да будет Слава Твоя. Да будет Слава Твоя. Да будет Слава Твоя. На земле людей. Я Твои руки, Господь. Я Твои ноги, Господь. Голосом стал я Твоим. Чтобы Царство Твоё пришло. Через меня, Твоё Царство. Через меня, Твоя Сила. Произноси уверенно эти слова. Твоя Слава через меня. Твоя Слава через меня. В Твоём доме. Там, где Ты живёшь, там, где Ты трудишься. Менять обстоятельства. Менять обстановку. Через Тебя лично. Не через кого-то, не через соседа. Через Тебя. Производить Божью работу на земле. Твоя Сила через меня. 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 Освободи сердца, которые оказались в этих апканах Господь, я прошу Тебя, открывай глаза Открывай глаза Чтобы никто не соглашался входить в Новый год Входить в Новый год со старой болью Входить в Новый год с какой-либо обидой С каким-либо разочарованием Чтобы никто не был пойман в эти сети Господь, я прошу сейчас о каждом человеке Ты дай нам взвесить сердца свои пред Твоим лицом Чтобы не допустить никакой инфекции Вместе с нами переступать черту года Я благодарю Тебя Я благодарю Тебя, что Ты сегодня предлагаешь нам Со светильником осмотреть свое сердце Ты сегодня предлагаешь нам Встать под лучи Твоего солнца И не испугаться Что этот свет будет ярким Что этот свет будет проникающим Что этот свет Будет обнаруживающим Любую наготу Которой Ты предлагаешь нам Взять у Тебя одежды Возлюбленные, мы принимаем новые одежды Для Нового года Мы принимаем от Тебя Все оружие для Нового года Чтобы оно было обновлено сейчас в народе Твоем И так как мы произносили эти слова Прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам наших Поэтому пусть сейчас всякий грех будет снят с народа Твоего И одет им одежды праведности В Твоей торжественной одежды пусть будет одет каждый Чтобы броня не нашей праведности А Твоей облекла нас И закрыла грудь Закрыла сердце Закрыла дыхание От любых Атак врага От любых его стрел Я также прошу Тебя, Господь мой Драгоценный Иисус Приди Твоей славой Приди Твоим могуществом И осмотри шлем на головах народа Твоего Чтобы каждый шлем спасения сейчас Был свободен от любых сомнений И засиял, засверкал Господь, я благословляю Шлемом каждую голову Я молюсь, чтобы там не было никакой паутины Вражеских интриг Никакой паутины лживых идей врага Сомнения, которые он навязывал в течение предыдущих месяцев Лет или дней В адрес самого человека В адрес Тебя В адрес Церкви В адрес других людей Членов семьи Господи, что бы это ни было Во имя Иисуса Христа Пусть сейчас этот пепел Он будет убран с головы Пусть сейчас будет выметена всякая чешуя врага Я прошу Тебя, Господи Чтобы не осталось там никакой паутины права В сознании людей закабалять мышление Я молюсь о тех, кто находится сейчас за пределами этого зала Ты знаешь, что их удерживает там Ты знаешь каждого человека И ты сейчас видишь из сердца этих людей И ты сейчас обращаешься также к каждому из них Которые боятся выйти за пределы лодки Которые боятся выйти за пределы собственного дома И кажется, мой дом, моя крепость, и я здесь спрячусь Господь видит тебя там, где ты находишься И Он говорит, не для этого я тебя сотворил Чтобы ты прятался за стенами собственного дома И не для этого я дал тебе дом А для того, чтобы ты там искал меня И выходил оттуда И нес мое послание там, где в нем нуждаются Поэтому я обмундирование свое обновляю И сейчас для каждого, кто имеет в виду Идти, идти, идти туда, куда я посылаю И я сейчас одеваю обувь на ноги Как обувь благовестия Потому что благословены ноги благовестников И я хочу благословить ноги тех, которые пойдут В течение этого года С моей благой вестью к тем, кто страждет В больнице, в дома престарелых, в приюты Туда, где безысходность, туда, где мрак повис Но я хочу туда послать вас Потому что вы дали мне ваши ноги И я сейчас осматриваю Сердца прежде всего, чтобы потом Одеть ноги В благовестие, в новое благовестие Я тот Бог, который даю щит веры Чтобы были отражены все раскаленные стрелы Я не сказал, что стрелы в вас не полетят А я сказал, что я даю щит веры И им вы отразите все стрелы врага Но пусть этот щит будет смочен в мой елей И в мою живую воду И пропитается, пропитается моей природой Чтобы загасить всякую ложь врага Истина моя, да будет припоясанием вашим Потому что в истине выход Когда ты смотришь на факты и кажется У меня нет выхода Не туда смотришь Факты всегда будут кричать, что нет выхода Но смотри на мою истину В истине есть ясность В истине есть понимание, куда идти Истина зажигает свет Там, где была тьма И поэтому смотри через истину И говорит то, что ты хочешь иметь А не то, что ты сейчас видишь С глазами плоти Посмотри глазами веры И ты увидишь, что творю я И будешь прославлять меня Не взирая на то, что ты чувствуешь И через это придет прорыв Придет прорыв туда, где стояла скала Она сдвинется в море Она сдвинется в море И море поглотит ее И я Бог, который стою за этим словом И я Бог, который определил тебе победу О, Отец, спасибо Спасибо тебе Спасибо тебе за полноту победы твоей Мы принимаем Мы принимаем Мы принимаем результаты неба в нашу жизнь О, Господь, спасибо тебе Спасибо тебе за выход Я благодарю тебя за церковь, которая в огне Я благодарю тебя за церковь, которая принимает помазание свежее Я благодарю тебя за церковь, которая не ищет своего А ищет того, как уходить к Господу Отец, я благодарю тебя за таких живых камней Я благодарю тебя Я благодарю тебя Ты знаешь, как ты это творишь Ведь твое крыло надо мной Принимаем твое помазание Принимаем твое помазание И если кто-то хочет предо мною встать То ангелы дадут в тену Ангелы побологословляем вас Окружить нас стеною божественной власти Знаю, что твое все новое в моей судьбе Знаю, что сдуваешь весь пепел Сдувай, Господь, весь пепел и брак Знаю, либо заверяю я лишь тебе Сдувай брак Ты никогда не бросал слов в ветер Ты веришь в слове своем Знаю, проникаешь в мое ДНК И Ермо греха сокрушаешь Ярмо, ты сокрушено Ты больше не можешь удерживать пленников твоих Ты мой отец, и я тебе поклоняюсь Ты мой отец, господин жатвы Знаю, что творишь все новое в моей судьбе Знаю, что сдуваешь весь пепел Ты творишь новые отношения Знаю, либо доверяю я лишь тебе Ты никогда не бросал слов в ветер О, спасибо, родной Аллилуйя тебе, мой папочка Благодарю тебя, что ты ДНК меняешь Ты прописываешь даму ДНК победителя Твоя кровь омыла меня навсегда Ты мой отец, и я тебе поклоняюсь О, ты бедный Бог, повторяю я снова Я пою вновь и вновь, Твоя любовь дает жизнь, лишь Твоя любовь. Мы вдыхаем Твою жизнь, не зарабатываем небес, мы вдыхаем небеса в Тебя, и для меня не другого. Я пою вновь и вновь, Твоя любовь дает жизнь, лишь Твоя любовь. Все оружие Бог своей любви открыл, и на крепком камне поставил. На свою победу предопределил, что нужно только чтоб я его славил. Я помазан Духом Божьим побеждать, ведь Твоё крыло надо мною. И если кто захочет предо мною стать, то ангелы станут стеною. Я помазан Духом Божьим побеждать, ведь Твоё крыло надо мною. И если кто захочет предо мною стать, то ангелы станут стеною. О, Ты верный Бог, повторяю я снова, Ты верный Бог, и для меня не другого. Ты верный Бог, я пою вновь и вновь, Твоя любовь дает жизнь, лишь Твоя любовь. Господь, мы принимаем Твою любовь новой мерой, потому что она изливается в сердца наши Духом Святым. И сейчас своими Иисуса Христа я открываю свое сердце, пусть каждый сейчас скажет, Я открываю свое сердце для Тебя, наполни его новой мерой любви, заполни и затопи меня Твоей любовью Духом Святым. Изливай в меня Твою новую меру любви, Господь, изливай новую меру любви, любимой. Входи силой Святого Духа, потому что у нас самих этого нет, а у Тебя это есть. Сверхъестественный поток любви у Тебя есть. Принимаю сейчас на церковь новую меру любви, новую меру благодати, новую меру свободы, новую меру жизни, новую меру преображения, новую меру святости, новую меру благодати Твоей, Господь, мы принимаем, мы вдыхаем себя, мы вдыхаем, мы вдыхаем небеса. Спасибо, родной. Боже, запечатай нас, так, чтобы никто не мог украсть данное Тобой. Поставь печать неприкосновенность к Твоим дарам в наших сердцах, так, чтобы работало все это только в Царстве Твоем, на умножение Его. Разоряя тела врага, но созидает Царство Небо уже на земле сейчас, через жителей небес, но которые еще на земле находятся. Я благодарю Тебя, Господин, жатвы, что Ты доверил нам жатву последнего времени, Ты доверил нам понимание того, кто есть наш Бог. Бог, познание Тебя, это так ответственно, это так важно, это так много. Познавать Тебя, как спасителя, познавать Тебя, как жениха души, познавать Тебя, как друга сердца, познавать Тебя, как прибежище, как скорый помощник в бедах, как утешитель, как тот, который никогда не опаздывает и водит под свой покров. Я благословляю все служение, Господь, я вручаю все в Твои руки и молюсь, чтобы Ты в этом служении был прославлен в каждом его мгновении. Во имя Иисуса Христа мы здесь ради Тебя, мы здесь для того, чтобы пропитаться Тобой, мы здесь для того, чтобы нам видеть лицо Твое и видеть Тебя друг в друге. Благодаря Тебя, Благодаря Тебя, Дух Святой, передаю Тебе все части служения, передаю Тебе каждую мысль каждого человека и подчиняю послушание Иисусу Христу. Ангелы, вы здесь для того, чтобы творить Божью волю, вы здесь для того, чтобы созидать атмосферу неба на земле. Ангелы, вы здесь для того, чтобы исполнить Божье послание. Поэтому каждая мысль, да, будет подчинена сейчас небесам. Спасибо Тебе, любимый. Мы Тебе поклоняемся и Тебя здесь приветствуем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Богу славу, друзья, который достоин. Слава Вышних Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Благоволение. Слава Вышних Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Давайте все скажем. Слава Вышних Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Вы знаете, друзья, мы часто можем видеть какие-то проблемы в семьях, может быть, в собственных семьях, в других семьях, там, где люди часто и много живут, соприкасаются. Поэтому начинает раскрываться что-то такое, что можно скрыть на обществе. И когда это раскрывается, оно печалит того, кто рядом. Но есть такой удивительный, Богом данный путь. Ангелы сказали, что в человеках благоволение. То есть благая воля. И когда ты видишь не ту волю, которую ты хочешь видеть, то ты произнеси песнь ангела. Скажи, слава Вышних Богу. На земле мир. А в моем муже благоволение. В моем сыне благоволение. В моей жене благоволение. Они это люди, которые попадают под благоволение. Потому что я славлю его Бога. А в людях благоволение приходит. Вот, друзья, почему нам надо славить его. Чтобы мы видели его благоволение в людях, которые вокруг нас. Поэтому перестань плакать над проблемой. Перестань рыдать над мужем или женой или над ребенком. Начни высвобождать благоволение. Прославляя Бога. Ангелы показали нам в день Рождества Христова этот ключ к выходу. И чем ярче и больше ты будешь прославлять Бога, ты увидишь больше благоволения в тех, кто рядом. И будешь удивлен, как Бог может это делать. Как Он меняет тень на свет. Как Он меняет мрак на сияние. Как Он меняет безысходность на пространный путь. Он это умеет делать. Но Он дал нам свой ключ. Слава Вышних Богу. На земле мир. А в человеках благоволение. Поэтому мы сейчас произнесем с осознанностью эту фразу. Господь, мы Тебе говорим. Слава Вышних Богу. На земле мир. В человеках благоволение. В моих родных благоволение. Во мне самом благоволение. В правительстве благоволение. В начальниках благоволение. В соседях благоволение. И оно окружает нас. Оно окружает нас. Воздайте Богу славу. Воздайте Богу достойную славу. Потому что то благоволение, в котором мы нуждаемся, оно уже на земле. Оно не на небесах. Оно на землю пришло. Теперь вопрос нашей веры и открытия наших сердец. Присаживайтесь в Божьем присутствии. Слава Богу, что Царствие Божие, оно здесь, на земле. И мы можем делать дела Божьи, живя здесь, на земле. О чем он и хотел, чтобы эта земля менялась. Сейчас у меня большая просьба, чтобы детишки подошли к своим родителям. Вот к дедушкам, с бабушкам, с кем они пришли, чтобы они сейчас, не надо сейчас, может быть, сюда выходить, но чтобы они были рядом со своими родными и близкими. Вот с кем они пришли, чтобы их можно было обнять перед тем, как они пойдут на занятия, заниматься. Но это крайне важно в начале Нового года. Нового года Господа. Наступает Новый год Господа, наступил уже. И чтобы мы в этом могли быть едины с детьми. И о чем хотелось сказать. Ведь большую часть дети черпают из семьи. Из того, что с ними будет происходить, они черпают из семьи в той атмосфере, в которой они находятся. И если там есть фальшь, дети могут, даже маленькие, они могут этого не видеть, они внутри это чувствуют. И это начинает их закладываться. Особенно скажите мне, пожалуйста, мы здесь верующие люди. И растим своих детей, внуков, да? И кто хотел бы, чтобы дети, когда вырастут, отошли от Бога? Оставили Бога. Есть такие? Конечно, нет. Конечно, мы хотим, чтобы дети наши были научены Господом и чтобы они были с Ним. Но смотрите, мои драгоценные, насколько важно, и это слово было особенно для церкви, о том, что насколько важно нам сейчас наладить отношения с Богом, у кого они утеряны. Потому что дети видят, как мы относимся к Отцу, кто Он для нас и что мы делаем. И когда мы фальшивим в наших молитвах или лжом, говорим то, во что не верим, только для того, чтобы сказать, то дети это видят. Поэтому я сейчас хочу, чтобы мы принесли определенное покаяние, потому что тем более сегодня причастие, чтобы мы принесли особое покаяние, чтобы дети видели в нас нечто другое. Поэтому давайте сейчас обнимем наших детей, встанем на эту молитву. Давайте сейчас поднимемся, и те, у которых дети дома или внуки, то мы их благословляем. И также простираем руки и туда, в больнице. Вот в частности у нас ходят люди из комнаты исцеления в больницу, где онкологические дети лежат. И чтобы туда тоже приходило исцеление и восстановление. Потому что там говорят о Боге и работает Бог. Давайте церковь встанем. Господь, прости за всякую фальшь в молитвах, за всякую фальшь пред Тобою во имя Иисуса Христа. Мы не хотим, чтобы эта фальшь прикасалась к нашим детям. И мы хотим, чтобы они были всегда, и благословляем их искренностью в молитве. Прости, Господь, за всякую ложь, когда мы молились к Тебе и говорили слова, в которые не верили. Прости, Отец, во имя Иисуса Христа. Пусть наши дети видят в нас живой пример веры и общения с Богом. Во имя Иисуса Христа. Прости, Господь, когда молитвы были пустые, когда это были просто слова ради слова, для того, чтобы сказать. И тем самым мы обесценивали Твое Слово. Во имя Иисуса Христа мы благословляем наших детей и себя наполнить наши молитвы Тобой. Ища Тебя, взывая к Тебе во имя Иисуса Христа. Прости, Господи, за всякую неправду в отношениях с Тобой. Когда мы потеряли это общение, когда мы отошли, когда мы не искали Тебя в любой ситуации, во имя Иисуса Христа, проси и исцели нашу внутренность. И я также благословляю наших детей быть искренними в молитвах, быть теми маяками, теми, Господь, которые светят вокруг, которые идут к Богу, которые знают Его и имеют отношение с Богом. Во имя Иисуса Христа мы благословляем наших детей, чтобы никогда не приходило в их жизнь насыщение Тобой, Господь. Я прошу у Тебя духовного голода на каждый день, в каждую минуту жизни во имя Иисуса Христа для наших семей, для наших детей, чтобы никогда мы не могли насытиться, никогда мы не могли успокоиться, а искали Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа и были всегда голодными и ненасытимыми Тобою, Господь, жадно преследующими Твое сердце. Во имя Иисуса Христа, Господь, я прошу Тебя, веди наши семьи, нас, наших детей в новые отношения с Тобой, в поиск Тебя, Господь, в водительство Тобой, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть этот наступивший год будет годом, когда народ Твой, когда церковь Твоя взыскала Тебя и кричала, Боже, Господь мой, приди в наши сердца, мы жаждем и сищем Тебя во имя Иисуса Христа. И пусть любовь Твоя, она направляет и сопровождает и защищает нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Добрый день еще раз, церковь. Вы знаете, друзья, о том, что Новый год наступил. Я убежден, что каждый из вас шел к этому празднику, особенно к празднику Рождества, по-своему, шел к этому празднику особо. И вы знаете о том, что в Библии описано тоже некоторое, некоторый путь от них людей, которые прошли, пришли к этому празднику, к празднику Рождества. Мы не знаем, кто были они в реальности. О них только написано. Мы не знаем, сколько их человек было, как долго они шли и откуда они пришли. Именно с какого места. Там написано просто с Востока. Я говорю, об Валхвах. Я говорю, о тех мудрецах, которые пришли к Богу. И удивительно о том, что вы знаете, что чтобы прийти туда, надо было что-то, наверное, такое Бог взял сверхъестественное для этих людей, чтобы они в действительности пришли. Представляете, Бог говорит, вот поднимись, иди, и ты должен поклониться тому, кто придет на эту землю. Я хочу вам прочитать. Это Матфея 2 глава. Здесь написано, когда же Иисус родился в Ифлиеме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим в Алхвы с Востока и говорят, где родился царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. Вот, друзья, они даже не пришли его поздравить. Они не пришли поздравить, они пришли поклониться. Поздравления, поклонения это совершенно разные вещи. И ниже написано в 11 стихе, «Войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его». Я убежден, что многие из вас приходили на дни рождения к тем младенцам, в те семьи, где они рождались. Как вы думаете, кого видят люди, когда входят в дом? Чаще всего они обращают внимание на взрослых. Чаще всего они обращают внимание на обстановку, в которую вошли. Здесь же они увидели в первую очередь младенца. Здесь не говорится, что они увидели маму, что они увидели, тем более, Иосифа, о котором вообще здесь не сказано ни слова. хотя мы знаем о том, что он был там, потому что он участвовал в жизни семьи однозначно. А мать, она также находится на втором плане. они пришли к тому, к кому шли. Они пришли к этому младенцу. И там ниже написано о том, что младенцы, которых Ирод хотел и убивал, и убил от двух лет. То есть, в каком возрасте был Иисус, точно тоже не написано. И пав, поклонились Ему и открыв сокровища свои, принесли Ему дары золото, ладом и смирным. Вот, друзья, вы знаете, когда человек открывает сокровища, что значит, они открыли сокровища свои? В моем понимании, вы знаете, что, чтобы открыть сокровища, когда человек приходит куда-то, поздравляют с чем-то, он открывает сокровища своего сердца для начала. Дары – это следствие, это потом уже дарится. Но сначала открывается то сокровище, с которым они пришли. Я даже не представляю, что в реальности говорили эти люди царю царей, который родился. Это сложно представить, но в моем понимании, я думаю, что они в реальности прославляли Бога. А те дары, которые они принесли, это было поклонение, то, что они могли дать. И вы знаете о том, что они готовились, чтобы поклониться вот этим. Это должно быть пройти какое-то определенное время, причем очень длинное. Это же надо было все приготовить, это надо было все изготовить. А там, кстати, золото было только 28 пластин. И они были идеальные. Это ручная работа. И ниже написано. И дары, кстати, эти золото, ладно, смирно, тоже имеют определенное значение. И определенную цель, определенное предназначение всему этому. И получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Представляете, вот люди проделали такой огромный длинный путь, просто огромный путь. Я не знаю, сколько они шли. Может быть, год, может, два. И в реальности отошли иным путем. Те, кто к Богу сегодня приходят, те, кто касается Рождества Христова в своем сердце, они уже не пойдут каким-то путем, они пойдут другим путем. Они изменились этого соприкосновения, когда они были в присутствии Божественного человека. Я убежден в том, что даже те, которые сегодня здесь пришли, может быть, первый раз вы, друзья, пойдете в этом году иным путем. Я благословляю вас на этом. Ходите иными путями с Богом. И все дары, которые вы сегодня принесли, и эти сокровища вашего сердца, ведь в дарах это не цель. Цель Богу важно ваше сердце, сокровище ваших слов. Это самое дорогое, что вы можете говорить сегодня. То, что можете сейчас выражать для Бога. То, что вы скажете сейчас, принося эти пожертвования. С чем вы сегодня войдете в этот Новый год? Бог знает. Но мне хотелось бы также, чтобы Господь вел вас, чтобы вы были послушны, и чтобы вы поклонялись Ему всем своим сердцем. Ибо, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Аминь, друзья. Давайте встанем. я убежден в том, что каждый из вас тоже знает предназначение того, во что он сегодня сеет, во что он сегодня хочет вложиться. Пускай этот Новый год, друзья, принесет вам победу, принесет вам радость, принесет вам улыбки, достаток в семьях. Господь Отец, Бог наш, мы благодарны Тебе, Отец, за этот прекрасный праздник Твоего Рождества. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твоего Сына. Во имя Иисуса Христа, Который меняет, Который уже изменил нас, Отец, и мы просим Тебя, меняй мир этот, меняй народ, Господь, который еще не знает Тебя, но стремится попасть к Тебе, Отец. Во имя Иисуса покажи им этот путь. Пускай он может быть долгим, но мы знаем, Господь, что Ты приведешь их к себе, Господь. Пускай в их сердца зажжется тот огонь, который горит и в наших сердцах, Отец. Во имя Иисуса Божьего благослови каждую семью в этом городе, благослови наших детей и внуков, Отец, благослови наших матерей и отцов, благослови наших дедушек и бабушек, благослови страну нашу, наше правительство, Господь. Пускай для каждого в стране это Рождество будет особенным, пускай дары наших сердец сегодня будут особенным сокровищем для Бога, а это наше поклонение. Это наши слова выражения любви Тебе, Отец. Во имя Иисуса Христа слава Тебе, Господь, за все честь и наше поклонение. И весь народ скажет Аминь. Ты велик, ты прекрасен, и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. Ты велик, ты прекрасен, и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен, и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. Ты велик, ты прекрасен, и велик, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. Поглоняемся Тебе, Иисус. Ты один достоин Всей хвалы Мы возносим К небу руки Тебе радуемся мы Ты один достоин Всей хвалы Мы возносим К небу руки Тебе радуемся мы Ты один достоин Всей хвалы Мы возносим Мы возносим К небу руки Тебе радуемся мы Ты один достоин Всей хвалы Мы возносим К небу руки Тебе радуемся мы Ты велик, ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. Нет, как Ты, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. Драгоценный Господь, мы поклоняемся Тебе прекрасному, удивительному и удивляющему, живому и творящему. Поклоняется Твой народ Тебе, как тому, который имеешь источник жизни в своих руках. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты изгоняешь всякий мрак, всякую тьму, всякую болезнь, всякую немощь, но насаждаешь здравия и жизнь. И Ты, верный Бог, и Ты бодрствуешь над каждым Своим словом. И вместе с Давидом мы можем сказать, благослови душа моя Господа и вся внутренность, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он избавляет от могилы жизнь Твою. И насыщает благами желания Твои. Господь, мы принимаем благо на наши желания. Мы принимаем свободу от всяких дьявольских планов. Но мы утверждаем планы неба на наши судьбы, на наши жизни, на наши тела, на наши души, на наши мысли и чувства. Мы приглашаем планы неба. Да состоятся и сбудутся они до конца. До последней оты. Дай нам исполнить волю Твою, Боже, на земле. И я благодарю Тебя, что Ты держишь крепко наш жеребий. И Он в руках Твоих. Слава Тебе за это. Благословляю сейчас то, что надо нам принять из Твоих источников. Молюсь о сердцах людей, чтобы они были готовы принимать Твои послания. Благословляю Себя и Свои уста. Благословляю Тебя внутри и снаружи. Благословляю Тебя, как Бога творящего все новое. Совершай сейчас потрясая основание врага. Но созидай Твое Царство, пришедшее в силе. Благодарю Тебя, Господь, что мы можем сейчас Твое присутствие произнести. Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я могу то, что в ней сказано, я могу. Я имею то, что в ней сказано, я имею. И теперь я смело заявляю. Мое сознание готово. Мое сердце открыто. Принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживаемся в Божьем присутствии. У меня, друзья, вопрос по тому исповеданию, которое мы делаем каждый раз. И в Новом году, как новое начало, мы произносим опять это слово. Но я хочу такой небольшой нюанс сейчас вбросить, чтобы вы могли проанализировать, пронаблюдать за собой в грядущем году. Как часто вы произносите слово «не могу»? И еще одно слово «не знаю». Есть ли эти слова в Библии про нас? И мы произносим каждый раз «я могу то, что в ней сказано, я могу». А в течение недели говорю «не могу», «не знаю», «не понимаю», «не помню». Давайте мы будем наблюдать. С одной стороны, мы говорили с вами на завершении того года о злоречиях, о неправильных словах в смысле негативных речей, «но также это то, что нас незаметно разоружает». Незаметно для нас, потому что мы привыкли к этим словам. Мы привыкли их слышать из уст других, мы привыкли слышать из своих уст, и поэтому они нам кажутся нормальными. Но Библия так о нас не говорит, значит, нам не надо их произносить. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот это то, что сказано о нас. И если мы на самом деле хотим перемен, то нам надо наблюдать за речью, чтобы я мог говорить «я могу» в Иисусе это сделать. Я смогу. Я сделаю, потому что Бог со мной. Я не буду констатировать факт, что у меня что-то не получалось, а я буду говорить «Господь, с тобой я это смогу». Не сразу это сможет получаться. Но я хочу, чтобы мы уже ориентировали себя на этот анализ собственных слов, собственного сердца, чтобы получилось как можно быстрее. Если вдруг выскочило слово «не могу», что мы сделаем? «Не могу, я тебе не верю». Я верю слову «я все могу». Если ты выскочила, я лишаю тебя власть. Я лишаю тебя силы. То есть давайте мы объявим войну слову «не могу». Причем согласим сердец наших. И вопрос, когда мы хотим, чтобы память наша обновлялась, и юность обновлялась, то говорить слово «не помню», память «я даю тебе задание вспомнить». Может быть, в данный момент ты сейчас не помнишь, но ты скажи «память, я тебя обнаруживаю, в тебе те залежи, которые мне сейчас нужны». И они поднимаются. И тогда, когда мы научимся с самими собой вести вот этот диалог и общение, то в нашем организме, в наших структурах начнут раскрываться те механизмы, которые до сих пор были блокированы нашими устами. И поэтому я хочу, чтобы мы согласились на старте года это делать. И у кого будет получаться, и вы будете видеть изменения, то давайте знать об этом, чтобы мы получали свидетельства на всех служениях, на которых мы имеем общение. И в пятницу на ночной, и на школе даров, или где-то в домашних группах, когда будет возможность и время, и воскресное служение, чтобы мы свидетельствовали и говорили «Меня Господь избавил от позиции «не могу». Но для этого нам надо осознать, что эта проблема есть, и с ней надо бороться. Ей надо объявить определенную войну и решительную войну, чтобы в нашу жизнь пришли те возможности, которые до сих пор не приходили. И так как 19-й год, который наступил, конечно же, я всех поздравляю с схождением в Новый год. Но, вы знаете, поздравление в данном случае, оно связано с ответственными задачами, потому что, как я уже говорила тогда, в завершении года, когда мы переходили 30-го числа, эту фразу, что число 19 – это активное, неудержимое стремление к духовному росту, к духовному развитию. Чтобы на самом деле в нас это понятие, оно сейчас поднялось в осознанности и в ясном смысле, что я хочу быть человеком, кто будет активно развиваться в духовном плане в этом Новом году. Поэтому с чем я вас поздравляю? С активной работой, которая нас ожидает в этом году. С активной позицией. Если нас поздравлять друг друга, себя, поздравлять с тем, что у нас год такой интересный наступил, вы знаете, каждый год к завершению более ответственный, потому что финиш очень близко виден для каждого из нас. И, соответственно, когда ответственность повышается с уходом предыдущего года, а с приходом нового, то нам важно вот в этой ответственности не расслабиться, а наоборот сказать «Господь, помоги мне быть человеком, который будет активно развиваться в этом Новом 2019 году». И так как уже прозвучала небольшая часть из рождественской истории, то я хочу, прежде чем пойти в тему, а тема «Как зажигаются звезды», потому что мы говорили о звезде вселенского масштаба, второе Рождество, когда мы праздновали 23 числа, у нас было служение. А сегодня я хочу продолжить эту же тему, но уже «Как зажигаются звезды наши», то есть «Как нам на небосклоне загореться», потому что Бог определил для каждого из нас это место. Но сначала я хочу прочитать эту историю, которая уже частично была прочитана Виктором, но прочитать ее для того, чтобы те, которые, может быть, не слышали ее, никогда услышат, те, которые слышали и привыкли уже к известному посланию, чтобы могли что-то новое для себя обнаружить в этом послании. И вы знаете, для этого важно сейчас сосредоточиться на своем сердце. И более того, пройти туда, где находилось или происходило это событие. То есть попытаться себя туда отправить, не просто сидеть в зале, а оказаться там. Поэтому я не буду читать быстро, а вам предлагаю сейчас быть сосредоточенными на событии, чтобы пережить то, что переживала Мария, то, что переживал Иосиф в разные этапы этого состояния. И тогда, когда пришли волхвы, что пережили они, чтобы потом нам с вами пройти по этой дороге, как зажигалась звезда Иисуса Христа, чтобы потом нам обнаружить свой путь, как зажгется наша звезда. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, Сидева в очреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь стревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему Вифлееме Иудейском, и вот так написано через пророка, и ты Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их Вифлеем, сказал, пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которые видели они на востоке, шла перед ними, как и наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары из золота, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошлись, и ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матери его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. История, еще раз повторяю, достаточно известная, но я хочу несколько важнейших моментов с вами отметить. Иосиф, будучи праведен, хотел отпустить ее. Это очень для нас важный фактор. Когда человек имеет внутри себя праведность, он хочет любого человека, рядом с ним находящегося, оправдывать. Отпустить, не огласить проблему, сделать наоборот что-то такое, чтобы скрыть ситуацию, не в смысле запрятать, а в смысле он не понимает, что произошло. И, будучи праведен, не хочет оказаться рядом с тем, что может быть где-то запачкано, но не будет оглашать. И поэтому сегодня для нас с вами надо понять образ мышления праведника это не тот, который обвиняет другого и постоянно видит другую проблему и говорит, он не такой или этот не такой. Друзья, когда мы имеем внутри праведность, у нас будет потребность оправдать человека. и это есть тот важный ключ, который делает нас другими людьми, новым народом, новой формацией, новыми состояниями сердца, которыми Бог нас хочет наделить и наградить. И еще важный момент, что бы ни думали окружающие, наша ответственность, она остается на нас. Поэтому, если кто-то тебя остановил в твоем призвании, то ты не уверен, во-первых, ты допустил те неправильные вещи, которые это сделали, а во-вторых, надо проверять и свою внутренность на предмет праведности, потому что праведный и образ мышления праведника делает тебя неуязвимым перед врагом. что касается волхвов, которые шли за его звездой. У меня вопрос, друзья, когда загорелась звезда? Когда она загорелась? До рождения Христа или в момент рождения? Нет, в момент рождения. Она загорелась, когда родился Иисус, а они пошли. Посмотрите, когда Ирод, я не просто так прочитала сейчас контекст, чтобы вам оставалось в памяти, вы можете дома просмотреть. Ирод выведал, когда загорелась звезда и дал повеление убить младенцев от двух лет и ниже. не от двух недель, а от двух лет. Потому как волхвы на самом деле долго шли. И они увидели звезду тогда, когда он родился, но пока они шли, Иисус уже вырос. Это у нас рисует картину, что он там в яслях. На самом деле они уже были, скорее всего, не в яслях, а в другом доме и жили уже в том месте, куда они пришли, в нормальных условиях. Но здесь не вопрос в этом, а вопрос в том, что когда загорается звезда, она загорается с момента рождения, когда Иисус еще ничего не успел сделать на земле. И когда мы говорим о нашей с вами звезде, то надо понимать, она загорается от предназначения, которое мы имеем. И когда мы рождаемся на эту землю, она уже горит. Но теперь вопрос, погасится она чем-либо из нашего образа жизни, либо разгорится ярче. Вот что сегодня является нашей задачей. Знать, что у каждого из нас есть Божье призвание. И прежде чем мы родились на эту землю или в момент нашего рождения, загорается на небосклоне звезда. Да, не такая яркая, как у Иисуса. Потому что Он царь царей, Он спаситель мира, но мы сегодня те звезды, которых сегодня так много, вот у нас даже на экране. Потому что эти звезды загораются, друзья. Но я напомню, как мы говорили, что звезды загораются от того, когда они питаются жаром большой звезды. Когда газ, который скапливается там, и космическая пыль, она начинает присоединяться вот к этим лучам жара и тепла, идущей от большой звезды. И они вспыхивают. Они вспыхивают и загораются. Поэтому каждый из нас на эту землю родился именно потому, что Иисус захотел дать нам жизнь. И мы родились, как, может быть, один из множества, которые не родились, а мы родились. И мы на этой земле сегодня ходим. И нам кажется так много людей. Но если бы мы знали, сколько нерожденных людей, сколько тех клеток, которые не стали человеком, а сколько их было миллионы выпущены, но мы с вами родились, значит, у нас есть высокое призвание, высокое предназначение. И прежде чем Мария стала носить это семя внутри себя, ее сердце было благодатной почвой, как замечено ангелами. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Он пришел возвестить ей эту удивительную весть. И вы знаете, для того, чтобы родилось что-то высокое, что-то небесное, оно должно сойти свыше. Оно не может просто в нас формироваться, если оно оттуда не пришло. Поэтому мы даем этому семени место в своих сердцах или не даем. Это наш выбор. И удивительно, когда Ирод призывает мудрецов или в данном случае призывает священников и всех, кто связан с книгами Торы. Где должен родиться царь иудейский? Где он должен родиться, Мессия? Вы знаете, меня удивляет безумное, бесстрашие Ирода. Но если написано, так это же Бог написал. Это же Господь предсказал. Ты имеешь в виду сразиться с Богом сейчас? И он идет, это делает. Пытается. И потому вот эта амбициозность, эта гордость видит себя осмеянной. Посмотрите, хотели ли волхвы посмеяться над Иродом? Нет, конечно, у них даже в мыслях этого не было. Но Ирод себя почувствовал осмеянным. Почему? Потому что здесь тоже есть предмет, над которым нам надо подумать. Когда кто-то, может быть, говорит сейчас рядышком, и тебе кажется, про тебя говорят, а там вообще не думают о тебе говорить. Откуда это поднимается? Из амбициозности или ранености сердца. Поэтому давайте мы тоже себя на этот предмет будем проверять. Никто не собирался смеяться над Иродом. А ему показалось, что над ним посмеялись волхвы. И это так дорого стоило матерям Вифлеема, что дети от двух лет и ниже были убиты. Поэтому я хочу, друзья, чтобы мы понимали, чем выше мы поднимаемся в позиции, тем важнее не реагировать на то, что кажется. на то, что додумывает человек. И то место, которое я хочу с вами сегодня прочитать из Исаии, и уже здесь побольше с вами побыть, и произойдет отрасль от корней Исеева, ветвь произрастет от корней его, и почиет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих решать дела. Я уже как-то говорила об этом важном моменте. Когда мы смотрим человеческим взглядом, то нам видны какие-то недостатки, какие-то достатки, какие-то хорошие или слабые качества человека, либо обстоятельства. Но здесь предлагается принять Дух Господен, который имеет разумение и мудрость, совет и крепость, благочестие. И вот этот Дух принять для того, чтобы не по взгляду очей судить, не по слуху ушей решать. Потому что, когда наши уши открыты, мы все можем слышать. Но Господь говорит, не решай из того, что ты слышишь, не решай из того, что видят твои глаза из физического мира, потому что мой взгляд, он другой на ситуацию. И поэтому посмотрите, какое здесь важное слово Дух премудрости и разума. Я хотела бы на этом сегодня с вами остановиться. Дух премудрости и разума. Что такое разумение? Кто себя считает разумным человеком? За всех не говорим. Каждый пусть сам подумает. А из каких параметров мы делаем этот вывод, что я разумный человек? Следующий вопрос. Кто хорошо знает о своем призвании? И уже в нем течет, присутствует в нем, движется. А теперь послушайте, что такое разумение. Потому что написано, что разумные будут сиять, как светило на тверде небесные, обратившие многих правде, как звезды навеки навсегда. Это говорит Даниил в 12 главе. Разумные будут сиять. Мы сейчас говорим о том, как зажигаются наши звезды. Прежде всего они зажигаются от призвания, с которым мы рождаемся. И поэтому эта звезда уже на небосклоне есть. И таким образом нам сейчас ее надо питать постоянно от лучей большего созвездия или солнца, которое нас зажигает. И вот что говорит Соломон. Мудрость разумного знания пути своего. Мудрость разумного знания пути своего. Итак, человек, который знает свое призвание и знает, что он проходит ради призвания, и правильно реагирует на то, что проходит в его жизни. Это называется разумностью. Посмотрите в жизни Иисуса Христа. Когда ему было 12 лет и он оказался в храме, беседующем с учителями в Израиле. И эти учителя удивлялись его разумным ответом. Почему они удивлялись разумным ответом? Потому что до 12 лет этот ребенок праздно не проводил время. Удивительно. Но он уже был посвящен своему призванию уже даже до 12 лет. Потому что мудрость разумного знания пути своего. И когда родители нашли его в этом храме и говорят, что ты с нами сделал, мы тебя три дня искали. Что он ему отвечает? А разве вы не знаете, что мне надлежит быть в доме отца моего? Посмотрите, он еще не вошел в призвание. Но он готовится к нему. Он знает свой путь. С детства он знает свой путь. Кто-то скажет, но он же Иисус, поэтому. Нет, друзья. Это нам пример. Сначала Христос, потом Христовы. Потому что он здесь представлен как человек. Потом он себя проявит, уже Бог в нем проявится. Потому что он стопроцентный человек и стопроцентный Бог. И поэтому тогда, когда он творил волю Божью, волю Отца Небесного на земле как человек, вот в чем наш пример. И поэтому, когда он говорит, вот до 12 лет ответственный период, не потеряй его. И поэтому к 12 годам он уже мог говорить о тех ценностях, которые людей, знающих закон, удивляли. Но затем, когда он пришел креститься к Ордану, что там произошло? Иоанн, увидев его идущим к нему креститься, говорит, мне надо бы на тебя креститься. Что отвечает ему Иисус? Оставь. Так надлежит исполнить всякую правду Божью. Знание пути своего. У разумного есть знание пути, как исполнить всякую правду Божью. И после того, когда он услышал и сам, и окружающий, «Сей ей, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». После этого, с Божьим благоволением, где он оказывается? Давайте вспомним, куда он пошел после крещения. В пустыню. Когда мы оказываемся в пустыне, что мы говорим? Господи, это что со мной происходит? Где я? Зачем я здесь? Для чего я здесь? Но знание пути своего – это разумность. И он пошел туда, потому что Дух Божий влек его. И он не испугался пустыни, а он пошел туда. И пробыл там сорок дней. И вышел оттуда в силе Духа, своего человеческого Духа, в силе Духа вышел. Почему? Потому что он не стал противиться тому, что Дух его повлек туда. И когда он вышел, следующий этап, который он действует в своей жизни, он приходит в синагогу, куда приходил раньше. Что он делает? Вы знаете, что в синагоге обычно читали последовательный текст. Мы не знаем, был ли этот текст назначен в это время, но, как бы там ни было, он написан, взял книгу и раскрыл, нашел место, или свитки нашел место, где написано, Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня. Благоветствовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу. И, закрыв книгу, сел. А слова-то там продолжались. Но он знал, что ему прочитать, и что касалось лично его программы жизни. Он ни на Иоту дальше не продвинулся, потому что он знал, что следующие последователи, поколения будут осуществлять остальное за счет того, что он сделает. Но сейчас он послан для этой задачи. И потому, посмотрите, здесь не только знание глобальное моему предназначения, но знание деталей, знание времени, знание, когда что произнести, когда что утвердить. И когда возмутилась толпа против него, сначала они были удивлены, как он произнес, со властью, а потом, когда он немного их упрекнул за то, что было много вдов, но только к одной был послан Илия пророк. Они поняли, что это в их адрес, и они решили скинуть его со скалы. Получилось ли у них это? Нет. Испугался ли Христос их атаки? Тоже нет. Почему? Он знал, что время его еще не пришло. Он легко и свободно прошел мимо них. И это все, друзья, знание пути своего. Поэтому не происходит так, что ты родился под звездой счастливой, благословенный и умер под яркой звездой. А есть жизненный путь, который нам надо пройти, и на каждом этапе понимать, что же со мной происходит. И тогда в наших устах не будет ропота. Тогда в наших сердцах не будет недовольства. Тогда в наших устах не будет обвинения в адрес кого-либо. А тогда мы будем говорить, Господь, я сейчас здесь, потому что ты меня сюда послал. Я сейчас это прохожу, потому что ты мне предназначил получить силу духа. И я хочу войти в эту силу духа, так чтобы выйти из этой пустыни и прочитать Слово Твое обо мне в этой книге, которая тоже есть. Что мне лично надо сделать в это время? Что я с тобой творю историю, а значит мне надо быть сильным против всех атак, которые враг против меня поднимет. И я знаю, что с тобой у меня это получится, но мне надо тоже пройти свою часть и свою долю. потому что Иисус, когда взял чашу перед Гефсиманией и раздал ее всем ученикам и сказал, пейте из нее все. Свою чашу он выпил сам, но ученикам сказал, пейте ее все, разделите ее между собой, потому что это, друзья, важный момент, когда мы понимаем, что наша часть в его чаше есть. Не вся чаша, но наша часть в его чаше есть. Поэтому, когда мы пьем от его чаши, мы пьем его судьбу в нашей судьбе, чтобы его призвание в нас состоялось. И вы знаете, когда мы прочитываем вот эти слова мудрость разумного знания пути своего, то есть еще переводы. Мудрость разумных свой путь понимать. Мудрость разумных свой путь понимать. Не понимать путь соседа, а свой путь понимать. Что же я прохожу? А коварство – это глупость глупцов. Либо еще интересное выражение. Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Разные переводы. Разумный держит на мудрости взгляд, а глупец – глаза на краях земли. Что это значит на краях земли? Вы когда-нибудь разговаривали с человеком, а он смотрит по всем сторонам и все видит, но тебя не слышит. И неприятно разговаривать с таким человеком. Но у него везде глаза, он все видит, все знает и тут же тебе что-то по ходу говорит. Потому что мудрость, она сосредоточена на моменте, она сосредоточена сейчас на мудрости и разумность в том, чтобы я понимала, вот совет неба, который мне надо не пропустить. А глупость, она везде все успевает, кроме собственной жизни. Вот в собственной жизни не разобраться. И поэтому давайте мы будем двигаться к мудрости и как можно ярче, как можно быстрее, чтобы именно там мудрость была перед нашим, лицом. Что касается первого послания Тимофея. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Когда мы говорим о Христе, Бог явился во плоти. Это как? Помните, когда пришел ангел и сказал, что Эммануил будет имя Ему. А Иосиф называет его Иисус. Но он, правда, сказал Иисус, а потом берется цитата из Ветхого Завета, Эммануил. Это что, два одинаковых имени? Эммануил с нами Бог. Иисус спасает народы, спасает людей. Потому что спасение, без наличия самого Отца нереально. Поэтому с нами Бог, чтобы спасать людей. С нами Бог, чтобы творить Его волю. И поэтому здесь великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Я не случайно сейчас отталкиваюсь от этого места, потому что есть текст у Иоанна, 14 глава, 12 стих, где написано, «Дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше сих сотворите». Мы часто к этому тексту обращались уже. Мы часто о нем думаем и размышляем, как нам сюда прийти. Но вот Господь мне вдруг дал контекст этого слова. И Он меня удивил, что как раз к Рождеству нам важно сейчас это услышать и понять. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Посмотрите, в каком контексте звучит это слово. что если ты узнаешь, как я творю эти дела, что Отец во мне, и Он творит, и вы поймете этот смысл, тогда вы будете творить больше, чем я, потому что я с Отцом соединяюсь, сейчас стану на небесах, и вот то, что я открыл вам доступ, я открыл к большему, чем даже имел сам. И поэтому дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше сих сотворите. Но поймите, что я, ходя в этом теле, носил в себе небесную природу. И поэтому нам сегодня, друзья, важно ориентироваться не на то, что я умею, что я могу, какой у меня опыт есть, что я знаю или не знаю, а на то, Господи, сколько Тебя во мне. Сколько Тебя во мне. Есть ли сегодня еще возможность расшириться мне, чтобы Ты во мне умножился. И когда природа Отца в меня вселяется могущественным образом, а Он пообещал, я вселюсь в них и буду ходить в них. Буду их Богом, и они будут моим народом. И сегодня, какой Он внутри нас? Маленький? Большой? Кого больше? Тебя или Бога внутри? Ответь на этот вопрос. Если не знаешь, задай Ему вопрос. Господь, тебе не тесно во мне? Я не занял все пространство? А если занял, то как тебе расти, а мне умоляться? Чтобы ты занял все пространство моего сердца? Чтобы во мне жил Отец, как Он жил в Иисусе. Чтобы во мне жила природа неба, точно так же, как в Нем. Чтобы дела, которые я творил, творил Он через меня. Слова, которые я говорил, говорил Он через меня. И если Он говорит, а я сейчас не говорю, то и ты молчи. Нам бывает неудобно молчать. Вы знаете, одна девочка вышла помолиться. Пригласили ее из детского служения помолиться в церкви, на молитвенном служении. Потому что они поняли, что дети, они должны стать партнерами. Но до этого те люди, которые трудились с ними, с детьми, однажды она пришла в одежде такой очень нарядной, и мама сказала, извините, но вот моя девочка захотела прийти как принцесса. И оделась так. И учительница очень хорошо отреагировала на это. Она говорит, ты на самом деле принцесса, ты знаешь, что ты дочь царя царей, поэтому в тебе принцесс, вот эта природа принцессы есть. И вот эта девочка спустя какое-то время вышла помолиться к микрофону. Вышла и стоит, молчит. Молчала, молчала, потом говорит, вы знаете, я принцесса, а принцессы не просят, а повелевают. Поэтому я повелеваю сейчас болезни уйти отсюда. Я повелеваю сейчас всякой депрессии уйти отсюда. И вы знаете, весь зал встал в овации, потому что стало происходить чудо Божье. Когда мы понимаем, кто мы, в нас царь царей. Когда мы к нему идем, мы идем как дети. Когда мы от него идем творить в этот мир, мы идем как власть имеющие. В нас отец своей природы. В нас царственная часть. И надо понимать, эта царственная часть не повелевать другим людям, а повелевать нечистому духу убираться. И быть проводниками славы Божьей на земле. И он говорит, вот тогда дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше сих сотворите. Знаем ли мы, кто мы на самом деле? Кто родился там в яслях? И кто сегодня в моем духе уже живет? Воскресший, прославленный, могуществом Слова Небесного Отца живет внутри меня. И вот потому, друзья, мы вновь запустили новый план чтения Библии. Я не знаю, насколько ты серьезно относился к этому посланию или к этому предложению в прошедших годах. Но сегодня мы еще раз это делаем для того, чтобы мы могли принять Божий порядок в нашу жизнь. Конечно, это минимум, который там дан. Есть возможность и желание читать больше. Читай больше. Это только умножит Божью природу в тебе и во мне. Когда мы задаем вопрос, Господь, сколько тебя во мне, на что мы ориентируемся? На свои чувства, на свои предположения? Но на самом деле Бог себя называет своим Словом. Поэтому посмотри, сколько Божьего Слова уже в тебе сокрыто. Столько Бога в тебе. Я сейчас не о букве, я о духе Слова говорю. Когда Слово из тебя выходит, как необходимая, может быть, где-то защита, где-то стрела, где-то власть, где-то утешение. Когда оно выходит из тебя, как естественное состояние. Источник течет из твоего сердца, потому что оно туда вселилось. Вселюсь в них и буду ходить в них. Или когда Слово Христово довселяется в вас могущественно. И потому сегодняшнее начало года, старт в рождении Иисуса Христа, это возможность принять решение с Ним и сказать Господь, у меня раньше, может быть, не получалось, но сегодня я смогу. Я уже Слово «не могу» похоронил. И поэтому я смогу с тобой пройти эту дорогу и усилить тебя внутри меня наличием твоего переселенного в меня послания, которое будет внутри меня направлять, как совет мудрости и разума. И я буду человеком, который знает свой путь. Мудрость разумного, знание пути своего. И моя звезда на небосклоне, она будет ярче и ярче с каждым днем Нового года. Потому что я буду пропитываться твоим присутствием, питаться от твоего стола, пить от твоего источника, есть от твоего меда и молока, а значит получать вот эту внутреннюю способность созревать и идти туда, куда я еще не ходил, делать то, что я еще не делал. И пусть Божья рука будет с нами, как когда-то один мальчик, которому было дано задание, как и всем ученикам в первом классе, нарисовать то, за что ты благодарен Богу. Я не знаю, что бы ты нарисовал, за что ты благодарен Богу, какой образ сейчас стоит перед тобой или какая картина, которую бы ты хотел запечатлеть. Независимо от того, умеешь ты рисовать или нет, но за что ты ему благодарен, что в твоем сердце поднимается. И женщина, как учитель, смотрела на этот класс, а были дети из очень бедных семей. И она думает, наверное, они нарисуют в основном еду, что она у них есть, потому что она не всегда бывает на столе. Может быть, какие-то игрушки, какие-то одежды, которые они очень хотели и получили. Но вот один мальчик ее очень удивил. На его рисунке была нарисована рука. И все стали предполагать, чья же это рука. Кто-то говорит, наверное, это Божья рука. Другой говорит, наверное, это рука фермера, который готовит нам еду или там взращивает. Но когда мальчик остался наедине с учительницей, она задала ему вопрос, а чья это рука? Он говорит, это ваша рука, когда вы берете меня за руку. Я вам очень за это благодарен. И она вспомнила те моменты, когда он в стеснении стоял в уголке во время перерывов. И она подходила и брала его, как и других учеников. Но другие это не заметили. А этот ребенок заметил. Рука учителя была для него защитой, была для него покоем, была для него определенной безопасностью, в которой он себя комфортно ощущал. И в его сердце, в маленьком сердце ребенка поднялась благодарность за конкретную руку человека. Я не знаю, друзья, кто может поблагодарить Бога сегодня за твою руку? Кто может поблагодарить Бога за прошедший год жизни, потому что твой голос за него возвышался? Кто может поблагодарить Бога за то, что твоя щедрость была ему благословением? Но Господь говорит сегодня, ты тоже подумай, за что ты благодарен. И пусть кто-то будет благодарен за тебя. И если этого еще мало, пусть это умножится в нашей с вами жизни, в нашей судьбе, в нашем окружении, чтобы звезды вокруг нас зажигались ярче и масштабней. И то, что я хочу еще прочитать, это небольшое свидетельство или слово, которое я получала в свое время для детей, когда задавала вопрос, Дух Святой, как ты смотришь на детей? Дети – это маленькие звездочки, в которых все есть, чтобы светить. Этот свет привлекает тех, кто находится в темноте, чтобы воспользоваться их светом для своих планов. Задача тех, кто рядом, родителей, учителей, это увеличивать свет и дать детям его увидеть. Назвать свет светом, а тьму – тьмой. С этого началось творение. Вам необходимо пройти с ними эти этапы творения, творя словом все, что делал я. Проходя по этим ступеням, вы сможете сформировать мое отношение к творению, к земле, к растительности, к животным, к человеку, начиная с момента воплощения, когда мой дух уже зажег в каждом из них жизнь. Чтобы этот свет не погас, надо найти источник и присоединяться к нему. Чем раньше они это сделают, тем ярче и уверенней будут светить и становиться звездами больших размеров. Пока остановлюсь. Друзья, поэтому нам важно понимать, что дети – это уже звезды. Некоторые загорятся, они уже звезды. И пусть от вашей большей звезды они питаются и становятся масштабнее уже сейчас. что сейчас в них Господь. И это же свидетельство. Женщина, которая с детьми обучала их природе, принца и принцессы, она однажды предложила им послушать Бога, сама удивилась. Она им предложила и сказала, послушайте, что Господь вам скажет. И думала, ну сейчас они будут говорить о каких-то самых банальных вещах. Вдруг одна девочка очень стала сильно тянуть руку, и когда она вышла, и учительница, так скажем, смотрела на нее с некоторым снисхождением, она говорит, вы знаете, а мне Господь сказал, что мой дух ничуть не меньше, чем у взрослых. И тут она задумалась и поняла, да, на самом деле, Бог-то с ними разговаривает. И нам надо понимать, что дух, который сегодня в этом маленьком теле, а он уже живой, а он уже полноценный. Вот у нас мальчик никак еще не мог сказать свидетельство здесь, но он сказал уже на школе. Мальчик, которому сейчас сколько? Четыре года, да? Или три? В общем, четыре года, по-моему, или пять. Ну, маленький мальчик. Когда он только родился, он оказался в реанимации. И к нему были присоединены трубки. И он об этом знать не знал. Когда чудом он остался жив, и только в три года он сказал, Иисус от меня отделил трубки. Как он это видел, будучи младенцем? Дух его ничуть не меньше, чем твой и мой. Дух там живой и полноценный. И он уже зажжен, как звезда. Поэтому да поможет нам Господь понимать это, что рядом с нами звезды, которые зажигаются больше от звезды большего масштаба. Если ты звезда, которая не погасшая, вокруг тебя загорятся звезды больше. И пусть в этом году, друзья, вокруг нас загораются звезды. Пусть наше свечение не уменьшается, а расширяется во влиянии и во власти. Пусть оно несет в себе тепло небес и зажигает новые сгустки того холодного газа, который до сих пор еще не получал солнечные лучи или лучи большего тепла, чем сам. Я благодарю Бога за то, что Рождество в нашей жизни, оно состоялось когда-то. А сегодня мы только можем Его за это благодарить. Поэтому поднимемся и поклонимся тому Богу, о Котором мы уже как-то говорили. Он мой Спаситель, Он мой Бог, Он мой мир, Он моя радость, Он мой комфорт, Он мой Господь, Он управляет моей жизнью. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы тот народ, который знает трубный зов. Мы тот народ, который знает, кто родился в Вифлееме. Мы те люди, которых Ты зажег, прежде чем мы родились на эту землю. Ты зажег наши звезды в момент рождения. Ты задумал о нас план, когда мы еще не были здесь. Но этот план сегодня в действии. Этот план сегодня Ты захотел осуществить настолько, чтобы никто из нас не остался в прежнем состоянии. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что слава прежнего храма, она меньше, чем тот, который сегодня мы носим. Потому что в нас является слава неба. Через нас приходит слава Отца на землю. Мы хотим быть теми людьми, которые познали безначального. Которые не только знают, что Бог живой, но которые знают, как жить с этим Богом. Которые знают, как творить с Богом великие дела. И я благодарю Тебя за это, Господи. Я благодарю Тебя за силу Твоей победы. Я благодарю Тебя за силу Твоего результата. Я благодарю Тебя за силу Твоей жизни. И я благодарю Тебя, Господь, что как Ты сказал, так и будет. Как Ты помыслил, так и состоится. И никто из нас не останется в прежнем состоянии, когда небеса проливаются на нас дождем благоволения. Когда небеса изливаются смыслами. Когда небеса изливаются возможностями. когда небеса изливаются победой и твоими результатами. Я благодарю тебя, Дух Святой. Я благодарю тебя, Дух Святой, за твою победу. Я благодарю тебя за твои результаты и возможности. И пусть на нас изливаются дожди с небес. Последний дождь, которым ты определил прийти на землю, он приходит и не без нас. Слава тебе за это. Слава тебе за это, Господи. Пусть этот год излияния твоих возможностей приводит нас в соответствии с тем, кем Ты нас задумал. Чтобы звезды наши за этот год не просто не погасли, а получили еще большее расширение. Чтобы вокруг нас зажигались новые звезды, и малые, и большие. И я благодарю Тебя, Господи, что мы сегодня об этом молимся к Тебе, потому что Ты сказал, я есть звезда светлая и утренняя. И мы принимаем сияние от Твоей звезды. Но чтобы от наших звезд загорались новые. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя за силу Твоей любви. Я благодарю Тебя за силу Твоей жизни. Я благодарю Тебя за силу Твоей победы. Я благодарю Тебя за силу Твоих возможностей. И то, что мы сегодня имеем в Тебе, это больше, чем мы заслужили. Это больше, чем мы предполагали. Но мы на этом не хотим останавливаться, зная, что Твой источник для нас открыт, и он масштабен. И я благодарю Тебя, что из бездны премудрости мы сможем вычерпывать более, более и более. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, друзья. Слава Богу. Если есть у нас люди, которые еще не рождены, как звезда на небосклоне, и чья звезда, может быть, погасла, то мы готовы помолиться с вами, готовы, чтобы загорелся опять огонь в вашем сердце, готовы помолиться, чтобы ваша жизнь была в спасенном состоянии. Поэтому если есть те, которые не уверены в своем спасении или не знают, спасен ли я, и как я могу это узнать, и такие вопросы в вашем сердце есть, то значит точно вам надо сейчас здесь быть. Это не тот вопрос, где надо сомневаться. Это тот вопрос, где нужна ясность и четкая позиция. Господь, я спасенный человек или нет? Я хочу знать, что я спасенный человек. Поэтому если есть у вас сомнения, то мы приглашаем к этому месту внизу, мы помолимся за вас. Друзья, это самый удивительный подарок, который мы можем принести рожденному Христу. Это спасение собственной души, потому что Он цену за нас положил и цену большую положил. Поэтому выходите, мы будем молиться, будьте уверены, повернитесь ко мне, ко мне поверните сейчас. Будьте уверены, что Господь, Он принимает тех, кто к Нему идет. Вы знаете, слишком большая цена была положена за жизнь и судьбы наши. Поэтому нельзя оставаться в стороне от этой возможности, чтобы прийти и поклониться тому, кто родился. Тогда мудрецы принесли дары золота Ладана Смирну. Но наши сердца сегодня для него дороже, чем золото. Дороже, чем Ладан, дороже, чем Смирна. Сердца – это драгоценность, которую никогда никто на этой земле не может выкупить. Потому что сердце – это самое дорогое, что есть во Вселенной. Человеческая судьба и жизнь. Я хочу предложить вам, друзья, если есть еще кто-то, поторопитесь. Потому что это возможность сейчас произнести слова перед рожденным Иисусом, но уже и воскресшим. Вы знаете, во времени это все соединилось. Тот, который родился только в яслях, он уже сегодня во славе, и он скоро возвращается на землю. И он говорит, я хочу с вами, с тобой лично иметь тот диалог, при котором твое сердце не останется прежним. При котором твоя судьба начнет идти вверх, а не вниз. Несмотря на то, что наши годы вроде бы как отщелкиваются, отсчитываются, но Дух наш нуждается в Боге. И Он, приходя к выходу из нашего тела, должен быть уверен, а я спасю. Я принят. Мое имя записано в книгу жизни. Почему я предлагаю вам сделать этот шаг? Потому что есть написано Божье для нас слово. Всякий, кто призовет, имя Господне спасется. Его надо позвать. А значит, получить спасение. И позвать не может за вас тот, кто вас любит. Позвать может только ваш дух, ваше сердце и ваши уста. Чтобы вас ничто не отвлекало, закройте сейчас глаза и произнесите со мной эти слова. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя, произносите, Небесный Отец, я прошу тебя, войди в мое сердце, прости мои грехи, очисти меня от всякой неправды, запиши мое имя книгу жизни. Я не хочу быть человеком, который лишен спасения, я принимаю доступ в освятилище, я принимаю твое прощение. очисти меня от всякой неправды, от всякой лжи врага. Я отрекаюсь от всего того, что ты называешь грехом, потому что ты прощаешь всякий грех, который пред тобой исповедан. я принимаю от тебя лучший план на мою жизнь. Я принимаю от тебя прощение, прощение грехов. Я принимаю план неба на мою жизнь. я благодарю тебя, что моя душа не останется в заточении. Я благодарю тебя, что она выходит на свободу, потому что ты позвал меня из болота, и ты ставишь меня на основании твоего спасения, твоей праведности, твоей победы. Научи меня молиться, научи меня слышать твой голос и за другим не идти. Дай рождение свыше моему духу. Я благодарю тебя, что я могу принять это как подарок неба в Рождество Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь. Вам поможет, Людочка, сказать эти слова, потому что надо, чтобы лично ваши уста это произнесли. Буквально подойдите на пару минут вот сюда с Людочкой и она вам скажет важные слова, какие шаги делать дальше. Друзья, а мы с вами сейчас приходим к причастию. Мы приходим к тому важному моменту на старте года, который для нас необходим, чтобы мы могли соединиться с тем Богом, который в этих дарах Нового Завета Нового Завета присутствует. Дело в том, что тело Христа, вы, кстати, сказать, знаете, что разделение в народах это не Божий план. Разделение в семьях, разводы, это не Божие желания. Соответственно, Он дал себя разделить, чтобы нас соединить. И поэтому, когда мы будем сейчас прикасаться к тому телу, которое было разрушено на Голгофе, разбито, пронзено и гвоздями, и копьем, Он говорит, все это я сделал для того, чтобы ты жил в единстве с самим собой, в единстве с Богом, в единстве в своей семье. И поэтому, принимая причастность к телу Христа, мы принимаем причастность к единству, к целостности. к духу согласия. Потому что премудрость украсила себя согласием. И мы принимаем сейчас причастность к тому единству, которое без Бога получить невозможно. Что касается крови Христа, кровь Христа, когда она возвышается, когда она возвеличивается, то приходит преображение нации, приходит пробуждение народа, потому что в крови Христа есть сила, которая обнаруживает для нас новая ДНК, исцеляет, преображает, восстанавливает. А самое главное, чтобы все пророческие речи, которые были о Христе, они становятся доступны нам. Кто из вас когда-либо прочитывал текст Дух Господа Бога на вне? Мы не считаем это кощунственно, что это же к Иисусу отношениями? Нет, конечно, потому что сначала Христос, потом Христов. Поэтому все обещания, которые связаны с Иисусом Христом, написанные в пророчествах, мы можем брать через кровь Иисуса Христа. Это есть наша часть. И поэтому, когда мы будем принимать от этого плода виноградной лозы, мы не просто ритуал совершаем, а мы говорим Господь, я пью Тебя, я пью Твое ДНК, я принимаю пророческие слова, сказанные о Христе. И поэтому я хочу с вами сейчас произнести некоторое исповедание, новое, которое мы еще не произносили, именно как на причастие и на те тексты Писания, которые сегодня уже звучали. Вместе со мной. почитая святыню Нового Завета. Благодарю Тебя, Господь, что Ты стал доступным для нас с рождением Иисуса Христа, как Эммануил, с нами Бог. Я принимаю кровь Иисуса Христа как великий дар Небесного Отца в мою жизнь. Я верю, что кровью Иисуса Христа я присоединяюсь к Его ценностям, результатам жизни и к пророческим словам. Иисус произошел как отрасль от корня Иисеева, и ветвь произросла от корня Его. Через кровь Иисуса Христа и Его тело я принимаю Дух, который почил на Нем. Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, я принимаю исполнение страхом Господнем, чтобы судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела, чтобы судить бедных по правде. Дела страдальцев земли решать поистине. я принимаю мудрость на свой разум, чтобы знать путь, которым ведет меня Господь. Принимая праведность Иисуса Христа через кровь Его с благодарностью и почтением, я принимаю Твои дары и небесные ценности в мою жизнь для осуществления призвания неба в моей судьбе. Аминь. Господь, я благодарю Тебя, что все, что мы сейчас произнесли, это имеет отношение и к телу, и к крови Христа. Я благодарю Тебя, что мы почитаем святыню Нового Завета. Я благодарю Тебя, что мы говорим преломление этого хлеба для нас становится целостностью, для нас становится неуязвимостью. Я благодарю Тебя, что эта чаша, она исполнена божественных чудес. Эта чаша исполнена божественных возможностей, которые связаны с перемещением, со служением и сотрудничеством с ангелами, которые связаны с размножением всего того, что попадает в наши руки от Господа. Мы принимаем от Тебя причастность к этим чудесам и знамениям. Мы принимаем причастность к дарам Духа Святого, которые заложены в этой генетике. Я благодарю Тебя, что вступая в Новый год, мы вступаем в год Божьих возможностей. Вступая в 2019 год, мы говорим, это год развития нашего внутреннего человека больше, чем за все предыдущие годы, потому что Ты захотел к финишу дать этот стремительный рост. И мы хотим быть участниками Твоего бега и принять Твою награду. Слава Тебе, Господь! Все, что мы сказали, это будет нам по Слову Твоему, и даже более чем мы Тебя попросили. Да пребудет с нами мир Божий, который превыше ума. Пусть никто не подходит к телу и крови с обидой и болью. Пусть оставит и боль и обиду, прежде чем прикоснется, чтобы не разрушилось тело, а созидалось. Поэтому, Господь, я благословляю каждого осознанностью прикосновения к дарам Святого Причастия. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что каждому Ты даешь это время сейчас отделить от себя все чужое. если кто-то не успел это сделать в течение всего служения. Пусть сейчас эта осознанность придет от Тебя. Покажи, Господь, что надо оставить. Покажи, что надо отложить. Какие лица, какие имена Ты сейчас высветишь, чтобы все, что нужно убрать с дороги. Убрать. Благодарю Тебя, Дух Святой, за Твои потоки Твоей жизни в нашей судьбе. И мы принимаем Твои дары для шествия в новом году. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я пью Твою любовь и сердце мое хранит благодать напитка Твоего. Живой рекой течет, мед из уст Твоих, Твой суд и милость, сладость для меня. Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог. Сокровище небес, превыше всех высот, глубинней всех глубин, навеки с нами Бог, слуга и господин. Я пью Твою любовь и сердце мое хранит благодать напитка Твоего. живой рекой течет, живой рекой течет, мед из уст Твоих, твой суд и милость, сладость для меня. Сокровище небес, слуга и господин. Сокровище небес, превыше всех высот, слуга и господин. Сокровище небес, слуга и господин. Навеки с нами Бог, слуга и господин. Я пью Твою любовь, теплом Твоим согрет, отцовскою заботой окружен. О, сколько огорча неверностью своей Тебя, Отец, и сколько Ты проща. Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес, превыше всех высот, в глубине всех глубин, в обеки с нами Бог, слуга и господин. Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес, превыше всех высот, в глубине всех глубин, во веки с нами Бог, слуга и господин. Я пью, пью Твою любовь, и сердце мое хранит, Благодать напитка Твоего. Живой рекой течет, мед из уст Твоих, твой суд и милость, благость для меня. «Благодать» Прекрасней всех прекрас, чудесней всех чудес, неизреченный Бог, сокровище небес, превыше всех высот, в глубине всех глубин, Во веки с нами Бог, слуга и Господи. Прекрасней всех приказ, чудесней всех чудес. Неизреченный Бог, сокровище небес. Прибывше всех высот, глубинней всех глубин. Во веки с нами Бог, слуга и Господи. Я пью Твою любовь и сердце мое хранит. Благодать напитка Твоего. Субтитры создавал DimaTorzok Ты зажигаешь в небе звезды и даруешь яркий свет. Ты называешь по именам миллионы из планет. Ты правишь севером и югом и вселенной всей. И я принадлежу Тебе. И я принадлежу Тебе. Я Тебя благодарю, потому что я люблю Тебя, Господь. Ты спаситель всех людей. Бог богов и царь, 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 я Тебя благодарю. Потому что я люблю Тебя, Господь. Потому что я люблю Тебя, Господь. Ты зажигаешь в небе звезды и даруешь яркий свет. Ты называешь по именам миллионы из планет. Ты правишь севером и югом и вселенной всей. И я принадлежу Тебе. И я принадлежу Тебе. Я Тебя благодарю, потому что я люблю Тебя, Господь. Ты спаситель всех людей. Бог богов и царь, царь, царей, небо и земля Твоя. Громко славлю я Тебя, Тебя, Иисус. Ты достоин славы всех. Бог богов и царь, 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 В воле всемогущей существуют небеса. Я знаю, этим миром правит всемогущая рука, Что близко Ты со мной и рядом, пастырь мой друг. Ты царь и я Тебе пою. Я Тебя благодарю, потому что я люблю Тебя, Господь. Ты спаситель всех людей. Бог богов и царь, царей, небо и земля Твоя. Громко славлю я Тебя, Тебя, Иисус. Ты достоин славы всех, Бог богов и царь, царей. Бог богов и царь, царей. Бог богов и царь, царей. Бог богов и царей. Давайте, друзья, поднимемся, чтобы поблагодарить Бога за то, что мы с вами причастны к жизни. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что жизнь с избытком – это то, что Ты нам предусмотрел прежде бытия мира. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам канал молитвенной жизни, канал причастия к телу и крови Христа, чтобы наша жизнь не оборвалась, как цепочка над колодцем, но чтобы мы могли пройти до конца путь, который Ты нам предназначен. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты с нами, чтобы обновлять всё в наших телах. И мы принимали сейчас причастность к телу и крови Христа для того, чтобы здравие в нас возросло, чтобы инфекции положить пределы, никакой эпидемии не дать права распространяться. на наши тела, на наши семьи, на наши дома. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что мы выражаем довольство Тобой. В нашем сердце есть благодарность за Твою руку, которая всегда над нами. Но мы желаем, чтобы и вокруг нас люди благодарили за те руки, которые не опускаются в молитве, которые поднимаются за тех, кто стражден. Чтобы вокруг нас, Господи, люди могли быть благодарны за те голоса, которые не умолкают, потому что мы когда-то согласились отдать Тебе свои сердца, отдать Тебе свои судьбы, чтобы Ты их употребил сам для себя. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что в нас живет живой, действующий, всемогущий, любящий и спасающий Господь. Распространяй пределы Твоего Царства, и свет поглощает всякую тьму. Тьма не может поглотить свет, а свет легко справляется с тьмой. И потому, Господь, мы пили от источника света, мы принимали от источника жизни, чтобы смерть убежала, чтобы тьма растворилась, чтобы всякое разногласие убиралось в дороге, чтобы пришло то, что называется познанием святого, безначального, всемогущего. Во имя Иисуса, пусть уйдет беспечие из народа Твоего. Я благодарю Тебя, что мы можем об этом Тебя просить. Благословляю грядущую неделю, предстоящий выезд семей, детей. Благословляю дороги, которые надо будет преодолевать. Благословляю время, которое Ты даешь нам для того, чтобы погружаться в Тебя. Благодарю Тебя, что мы можем сейчас исповедовать Тебя творящим во всех делах Твоего народа. И за Твое рождение мы Тебе благодарны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе шалом. Голос на Тебя. Голос на Тебя. Голос на Тебя. Голос на Тебя. Во имя Иисуса Христа.